Окончание года традиционное подведение итогов во всех отраслях. О работе в это непростое жаркое лето рассказали журналистам на традиционном брифинге в Звенигородском филиале МОЗ Облллеса. Прохождение пожароопасного периода в этом году лесничьи назвали успешным. За 2020 год на территории Звенигородского лесничества возникло 7 лесных пожаров на общей площади 33,5 гектара, а средняя площадь одного пожара составляла 4,79 гектара. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось на 3, на 3 пожара больше возникло, общая площадь пожаров сократилась более чем в 2 раза. Один из серьезных пожаров произошел в результате падения самолета в Кубинке в августе этого года. Его удалось быстро локализовать. Основной же причиной возгораний остается человеческий фактор. Чтобы восполнить лесной фонд, в течение года проводится ряд специальных мероприятий. В 2021 году по сложившейся традиции проведены весенние и осенние акции по посадке леса. Это лес Победы и наш лес – посади свое дерево. В Одинцовском и Русском городских округах в рамках акции было высажено 20 тысяч сеянцев сосны и ели на общей площади 5 гектар. Всего в этих акциях приняли участие более 650 человек. В преддверии новогодних праздников особое внимание уделяется контролю за хвойными деревьями. Желающих вырубить елочку прямо в лесу немало. За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб в результате незаконной рубки составляет более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность. Учитывая, что законодательством размер ущерба за рубку хвойных деревьев в декабре и январе месяце ущерб рассчитывается с повышающим коэффициентом в два раза, в принципе, даже относительно небольшая, там полутора-двухметровая ель или сосна уже может потянуть на ущерб свыше 5 тысяч. Лесничие призывают – выбирайте новогодних красавиц на официальных елочных базарах или в специальных питомниках. Спрашивайте сертификаты, а по окончании праздников дерево можно сдать на переработку.